Более половины средств, которые были выделены из бюджета Хабаровска на муниципальные программы, остались неиспользованными. Например, садоводческие объединения из года в год не могут оформить документы и получить государственную поддержку. О том, сколько удалось заработать и сколько пришлось потратить за год, городские власти отчитались перед депутатами Хабаровской думы. Подробности в репортаже Станислава Михайлова. За 9 месяцев этого года Хабаровск заработал 15 миллиардов 305 миллионов рублей. Израсходовал свыше 16 миллиардов. Дефицит казны составил 810 миллионов рублей. Дефицит составляет 9,4%. То есть он не превышает нормативного показателя. И, следовательно, такой бюджет может быть принят. Источники погашения бюджета, но они традиционные. Дефицит городского бюджета – дело обычное. Это говорит о том, что все деньги, заложенные на социальные обязательства и содержание городского хозяйства, пошли по назначению. Дополнительные расходы потребовались на доплату к зарплатам бюджетников, капремонт в многоквартирных домах, ремонт объектов, перешедших из ведения Минобороны. Доходы удалось увеличить в основном за счет налогов. Налоговые доходы увеличиваются на 52 миллиона рублей за счет налога на доходы физических лиц. Неналоговые доходы увеличиваются на 36 миллионов рублей. С января в Хабаровске увеличится земельный налог на гаражи. Это позволит мэрии заработать на миллион рублей больше. Однако не все депутаты поддерживают эту инициативу. Но при этом Министерство обороны, которое занимает много земельных участков в городе Хабаровске и не использует их вообще, но при этом растягивает наш город территориально, потому что мы же не застраиваем эти территории, не платит вообще никакого налога. Где же справедливость? По информации финансового департамента, ряд городских программ, на которые закладывались деньги в бюджете, оказались неисполненными. Потенциальные претенденты вовремя не приняли участие в торгах на электронных площадках. Деньги были выделены на повышение инвестиционной привлекательности города, развитие садоводства и укрепление здоровья горожан. Между тем, 24 октября состоятся общественные слушания по бюджету на 2019 год. Станислав Михайлов для программы Новости.